Самообман в кимоно или помолимся братья и сестры святому карате. Современные коммуникации очень сильно расширили возможности получения самой разной информации. Не нужно и напрягаться, чтобы получить в ленту фиговую тучу сообщений, фотографий, мемов и тому подобное. Где-то кто-то на кого-то подписался, где-то система учла интересы пользователей и вот навалила. И так каждый день. Учитывая тот факт, что огромная часть моих интересов лежит в мире боевых искусств, не приходится удивляться тому, что я регулярно вижу в лентах разного рода приглашения, сообщения, фотографии и посты от разных толстых и тучих мужиков совершенно не спортивного вида, но зато в доге, в смысле в каратеге. Раньше я как-то не задумывался на эту тему. Может потому, что и сам был из числа таких вот толстых мужиков. Правда, мой лишний вес не мешал мне впахивать в поте лица. Поэтому знаю, что иногда встречаются мастера и среди тех, кто на мастеров вообще внешне не похож. Но в нашем отечестве это скорее исключение, нежели правило. Разобраться в этом совсем не сложно. На самом деле-то все просто. Вот только думаю все чаще о том, что этим парням в кимоно как бы себя не обмануть. Можно попытаться обмануть других, но главное это самому в себе не обмануться. А очень сильно помогает обманывать и обманываться именно кимоно. Оно, как та волшебная шаль, обладает магическим свойством превращать любого человека в человека очень похожего на прямо-таки настоящего адепта боевых искусств или даже мастера. Даже кривая и лямая техника чела в кимоно может отрактоваться как особенности исполнения, своеобразный стиль и так далее. А если сдобрить все это черным поясом, желтыми полосочками, которых чем больше, тем типа лучше, то тут уж и комар носа не подточит. Но я уже давно выработал один интересный прием, который позволяет довольно легко и просто отличать профана от того, кто реально что-то представляет. Но сначала абстрактный пример. Ну в тему. Как-то Александр Глебович Невзоров привел один такой наглядный пример. Наглядный для многих. Правда, чьи-то чувства он может оскорбить. Ну так то не от большого ума. Да и все вопросы по оскорблениям в этой теме, это лучше к самому Невзорову. Он предложил представить, что с человеком, неодержимым верой и религией, будет разговаривать святой отец, пересказывая ветхозаветные тексты. Но только облачен этот священник будет не в характерную атрибутику. Ну там ряса и все такое. А в футболку и джинсы, например. Портивные трусы и майку-рогатку. Представили картину? Волшебство костюма будет утрачено тут же. И слова могут потерять всю свою значимость. Просто никто не представляет подобных вещей. Вот из кимоно такая же фигня. Стоит только стащить с этого пузана или дрища с высоким данным это кимоно. Оставить его только в шортах или плавках, как что куда и делось. Вот поэтому считаю я, что настоящего мастера можно выявить только без каратеги. Если у вас возникают сомнения в технике человека, выполняющего кихон или каты не в кимоно, то стоит понять, что кимоно за него технику не исправит. Представьте себе ваших сенсеев или руководителей федераций в додзё. Не в белоснежных или цветных халатах. Ну халатах в кавычках, вы поняли, что я имею в виду и именно каратеги. А подпоясанных черными поясами. Не в этом все представьте их. А представьте их в майках-рогатках и в трениках. Если их харизма сохранится при этом в ваших глазах, если их техника будет и в этом виде на уровне, то вероятно, что-то в этих людях есть. Но мне такие люди очень редко попадаются. А вы что думаете по этому поводу? Продолжение следует...